Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финам-ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, началась последняя финальная неделя, рабочая, как минимум, этого года. И, в принципе, этот финал уже чувствуется, потому что сегодня основные европейские и потихонечку американские площадки уходят на грядущий праздник Рождества. Они закрываются, и на рынке царит бездействие. Есть возможность подумать, осознать многие вещи, которые происходили в течение 2012 года. Еще будет пару-тройку рабочих дней, но вряд ли, я думаю, что они позволят изменить кривую доходность. Ну или, как минимум, что-то революционное внести в наше с вами инвестиционное сознание. Итак, тема сегодняшней программы, что определяют валютные курсы в конце года. Ну, бог с ними, с валютными курсами, о конце года сегодня прежде всего мы будем говорить. И я представляю моих сегодняшних гостей. Это Андрей Дергин, начальник отдела аналитики Форекс Клаб. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И это Станислав Савинов, аналитик Урса Капитал. Добрый вечер, Станислав. Добрый вечер. Ну, давайте уж я не буду отходить от традиций. Настроение, я надеюсь, предновагония. Естественно. Да, сюда. Конечно. Конечно, Андрюш. Конечно, да. В чем это выражается, конечно. То, что минус 45 за окном и снега. Будет больше, честно. На улице мороз. Все мы готовимся к Новому году. Получаем, дарим подарки. Смотрим свои бюджеты, что будет в следующем году. Готовимся постепенно войти в новое. Очень интересно. Смотрим свои бюджеты. Вот здесь поподробнее. Если можно что-нибудь расскажи. Ну, где-то урезаем, где-то наоборот расширяем. Ну, есть главное, что урезать, расширять-то? Ну, пока что есть. Вот вы сказали, что, видите, конец года. Хорошо, что не конец света, да. И уже все по этому поводу прошлись. Миновали, миновали уже. Все. Нам теперь ничего не страшно. Спокойствие на рынках лучше, чем когда на рынках царит хаос. Поэтому, в общем-то, наверное, немножко надо охладить сейчас наш пыл, поскольку мороз на улице. Самое время. В общем-то. Самое время. Я еще раз говорю. Действительно, и фундаментально нам дают такую возможность. Да, Станислав? Ну, я хочу сказать, что морозы отступят. При этом жара на рынках может еще все-таки присутствовать в последние дни уходящего года. Ты думаешь, еще что-то ждем? Ну, американские законодатели сейчас на Рождестве. Но они возвращаются в четверг и в пятницу могут проголосовать. Могут еще что-то неожидать. А это еще торговая сессия. Это говорит лишь о том, уважаемые слушатели, что всегда надо держать руку на пульсе. Никогда нельзя расслабляться, даже если этого требуют обстоятельства. Если вы закрыли позицию, можно расслабляться. Нет, лучше всего закрывать. На прошлой неделе еще, да, мы говорили неоднократно. Все закрывайте, все по ящичкам прячьте и в Новый год уже, да, с удовольствием. Главное, чтобы американские законодатели вышли после рождественских каникул в таком хорошем расположении духа. И, в общем-то, по причине интоксикации бы не обвалили американские, и в том числе и российские фондовые площадки. Во-первых, за ними это не водится, как показывает практика, но и потом они всегда выходят после рождественских праздников с нормальным настроением. Итак, уважаемые слушатели, вот так мы сегодня будем разговаривать, видимо, в течение эфира. Я напомню, у вас есть возможность к нашему разговору присоединиться. Телефон в студии 6510-99, 6, код Москвы 495. Дальше у вас есть сайт finam.fm. Можете зайти и задать свой вопрос. И традиционно для друзей финама finam.ru и видеоконференция. Все, что происходит в студии, вы видите по телевизору, вот в эту камеру. Ну и, соответственно, тоже можете задавать вопросы. Ну и вновь я не хотел бы отходить далеко от традиции, и поэтому традиционно 18.08 в Москве, давайте все-таки я нарисую картину маслом, что происходит сегодня на финансовых площадках. Хотя, еще раз повторю, ничего особенного не происходит. Индикаторы российского фондового рынка практически рядом с нулями. С нулями. РТС чуть выше нуля. На одну десятую процент 1514. Его текущая котировка. ММВБ чуть ниже нуля. На две десятых процент 1473. Вот. Так все вяло-вяло. Но американцы присоединятся. Нет, уже сегодня присоединятся. Поэтому, собственно, динамика их достаточно нейтральная. Примерно так же все это выглядит. Значит, сырьевые рынки и Форекс. Нефть марки Брент торгуются чуть выше 108 долларов за бочку. Золото отскакивает, да, после прошлой недели. 1662 доллара за унцию. Значит, индикаторы валютного рынка, ну, евро-доллар держатся вокруг 1.32, практически стоит на месте. А вокруг 1.32. Ну, я вот смотрю сейчас этот перечень у меня на сайте компании Финам. И в процентном отношении все очень близко к нулю, да. Чуть больше, чуть меньше. И неожиданно, я обратил внимание, из всего этого списка выделяется сахар. Он теляет 2,5 процента. Андрей, как думаешь, почему? Ну, это уже давняя такая история. Что касается сельскохозяйственных продуктов, какао-бобов и сахар, на это внимание обращал и известный инвестор Джим Роджерс, что да, надо покупать. Был длительный рост котировок как раз товар сельскохозяйственной группы. Ну, и сейчас мы наблюдаем такую незначительную коррекцию. А, возможно, это обусловлено какими-то внутренними факторами в странах, крупнейших производителях этого сырья. Не связано с новогодними праздниками никак? Вы думаете, что наоборот, из сахара гонят самогон, наверное, наоборот. Где должен есть спрос? Рома в этом году не продается. На самом деле, на самом деле, многие советуют сейчас вкладываться именно, наверное, даже не в нефть, не в металл, а именно в какао-бобы и в сахар. В сельскохозяйственном году. Да, поскольку население мировое богатеет и растет потребление продуктов. И считается, что, возможно, уже в следующем сельскохозяйственном году будет определенный дефицит и зерна, и какао-бобов, и сахара. Вот такая интересная тенденция. И я закончу картину маслом. Основной набор голубых фишек сегодня разнонаправлен. Растет на полтора процента автоваз. Никак не уймется. Роснефть прибавляет чуть больше процента, 265. Текущая котировка. И теряет Сбербанк проценты. И все. Все остальное так себе скушно. Ну что, давайте мы начнем сегодняшний разговор. Еще раз я напомню, и может быть в преддверии новогодних праздников это действительно имеет смысл. Мы говорим сегодня о валютных курсах. О курсе рубля к доллару прежде всего. Ну и о индикаторах рынка, в смысле о валютных курсах на рынке Форекс. Тем более, что Андрей Дергин, представитель компании Форекс Клаб, это тот самый, да, один из главных предметов. Расскажи, пожалуйста, вот что происходит сейчас на рынке Форекс в связи с окончанием года ли, в связи с обозначенным фискальным обрывом ли. Мы увидели 1.33 на прошлой неделе, и для многих это было неожиданно. Пара евро-доллар, да, подорожала более чем на 2%, и скорее всего, несмотря на определенную просадку в первом квартале, мы все-таки ожидаем, что, возможно, доллар будет укрепляться где-то в десятых числах, вплоть до 1.25. В десятых числах января? Да, в десятых числах января. То есть, если посмотреть традиционно, после выборов первые три месяца доллар укрепляется. Если посмотреть традиционно, как торговалась американская валюта, но учитывая то, что история торговли единой валюты, она достаточно коротка, да, мы ориентируемся на EQ, которая была такая условная единица в расчетах между государствами Европейского Союза до введения евро, то, в общем-то, есть основания полагать, что вероятность удорожания доллара есть, но, тем не менее, мы считаем, что следующий год единая валюта закончит у планки 1.41 по отношению к доллару. На самом деле, действительно, если взглянуть на 2012 год, в общем-то, все думали, что он пройдет под эгидой американской валюты, принимая во внимание президентские выборы Соединенных Штатов Америки и, в общем-то, достаточно такую, наверное, слабую экономическую конъюнктуру в странах периферийной Европы. Мы видели организирующую Грецию, что касается ее, так сказать, долга. Мы видели проблемы у Испании, у Португалии. И, в общем-то, уже к концу года есть основания полагать, что Евросоюз в какой-то степени смог выбраться не без потерь из долгового кризиса, но единственной, наверное, жертвой будет замедление, существенное замедление немецкой экономики по результатам следующего года. Но уже сейчас, если говорить о стоимости заимствований и для Греции, и для Италии, и для Испании, и для Португалии, все-таки ЕЦБ смог стабилизировать ситуацию здесь. Отчасти, конечно, путем дорогостоящих операций, речь идет о выкупе суверенных облигаций. Ну, это мировая мода подобной операции, поэтому ЕЦБ здесь никаким, так сказать, оригиналом никаким. Ну, дело в том, что, если брать, понимаете, тут есть клубок противоречий политических и экономических. В свое время, когда была введена единая валюта, больше всех от этого выиграли крупные страны еврозоны. Речь идет о Германии, о Франции, которые смогли путем экспансии... Ну, во многом это их и проект. Да, 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 да. Теперь настал, в общем-то, момент, наверное, им немножечко платить. Да, я не думаю, что это бремя столь велико. Главное, что ЕЦБ смог предотвратить системный кризис в банковской системе Евросоюза, но в частности те государства, которые входят в еврозону. Мы с вами видели, что, в общем-то, были тревожные симптомы. Так, например, один старейший итальянский банк, Монте-де-Пески... Ничего, нормально. Ты сейчас вспомнишь пока, как он называется. Мы послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир. Уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня говорим о валютном рынке преимущественно. О рынке денежном, да, Станиславу, чтобы было комфортно. Мне комфортно, как валютный рынок обсуждается. Это нормально. В гостях, напомню, Андрей Дергин, начальник отдела аналитики Форекс Клаб и Станислав Савинов, аналитик Урса Капитал. Я сейчас, кстати, смотрю на график доллар-рубль, и он сегодня здорово... Рубль сегодня здорово укрепляется. Ну, на самом деле, это не предел. Мы считаем, что при уровне 1.41 до конца следующего года, если пара евро-доллар 1.41 и среднегодовая стоимость нефти будет 105 долларов за баррель марки Brent, то рубль вполне может достичь уровня 27-90 копеек. И мы не очень консервативны в нашей оценке за единицу американской валюты. Я понял, Андрюш. Ну, прежде вступление должно быть, да? Потому что народ сейчас может слушать не очень внимательно, а 27 ты как сказал, и все побежали в обменник сразу. Это, конечно, с 2013 года, конечно. Вот, вот, это перспективы на год. Надо почаще Андрея вызывать, да? Он такие прогнозы дает. Нет, но мы были, на самом деле, более настроены, более решительно. Еще более? На 24? Да, поскольку, не только мы, да. В общем-то, сейчас все фундаментальные показатели, они указывают на то, что, в общем-то, рубль, он имеет шансы серьезного укрепления, но этого не происходило за счет высокого спекулятивного спроса со стороны коммерческих банков, корпоративного сектора, который выплачивал в конце третьего, в четвертом квартале, в общем-то, долги по внешнему обязательствам. Но, на самом деле, вот, 2012 год, он прошел, скорее, Станислав расскажет, потому что, вот, все сейчас выиграли только те, которые как раз инвестировали. Переезжают поближе к храму. Инвестировали, но я не имею в виду, конечно, евробанды российских эмитентов, но, в общем-то... Нет, в частности, еще... Да, тоже, да, сейчас инструменты с фиксированной доходностью, они являются более перспективными. Хорошо, давай. Ну, если мы посмотрим на динамику притока средств фонда, инвестирующие в акции российских компаний, то мы можем увидеть, что последние несколько... Здесь, по-моему, или 11 недель наблюдается отток, естественно, что основной сейчас актив, который пользуется спросом у нередентов, это российские облигации, связанные с либерализацией доступа иностранных расчетных систем к российскому долговому рынку. Из-за этого российские ОФЗ приблизились к своим минимальным доходностям, к минимальным значениям историческим. Причем, извините, я еще хотел уточнить, что даже капитал, который утекает с фондового рынка, он притекает на российский же рынок долгового. Ну, если так при прочих равных посмотреть, скорее всего, так и получается, что там... То есть он не уходит, вот мы же все время плачем по поводу того, что у нас... Ну, это может быть разная группа инвесторов просто. Хорошо, согласен. Вот. И третий-четвертый квартал, как раз для рубля, положительным образом сказано, как раз в связи с тем, что поэтапно эта тема начинает получать развитие. Вот уже в следующем году там остались последние такие нюансы решить, и Евроклир получит лицензию, получит доступ номинальным держателям в нашем НРД. Вот. И, соответственно, уже иностранные инвесторы смогут уже действительно получить доступ к нашим долговым бумагам. Ну, ты как считаешь, они на низком старте сейчас? Ну, я боюсь, что с учетом текущих доходностей, которые сложились на нашем рынке, я боюсь, что уже не на низком старте. Да, потому что там... Те, кто пришел, уже пришли. Во многом уже тема отыграна, да, потому что там потенциал роста уже такого существенного нет, какой был ранее. Вот. Наши участники уже разогрели. Давайте тогда вот что. Скажи мне, пожалуйста, откуда у Андрея 1,27 на конец 2013 года взялось? 1,27 по евро-доллару? Нет, по евро-доллару, да, извините, американская. 27,90, прошу прощения. 28, ладно. Я не такой оптимист по российскому рублю, потому что, ну, у нас есть много проблем в нашей экономике. То же самое отток капитала, он, скорее всего, будет еще в какое-то время превалировать, и наша положительная сальда по текущему счету, ну, во многом будет нейтрализована. Вот. Тут еще и... Ну, что сейчас мы отталкиваемся от того, что на финансовых рынках относительно затихшее спокойствие. Не знаем, что нас ждет, что нам уготовано в первом квартале 2013 года в связи с последними событиями. Как пели классикам, что год грядущий нам готовит. Да. Вот. И, соответственно, если произойдет нечто там, то, что вызовет сумбур, резко негативную реакцию, то просто боюсь, что отток вот именно с фондовых активов усилится, и, соответственно, российский рубль может оказаться под давлением. Вот. Ну, и тут, опять же, традиционно можно вспомнить о том, что, если мы берем краткосрочную перспективу, у нас в конце года, как обычно, бюджет начинает наращивать расходы. Сейчас у нас пока дефицит... Профицит бюджета наблюдался, но по итогам года ожидается небольшой дефицит. У нас... И, соответственно, банки получат большую порцию ликвидности, и это, соответственно, окажет давление на рубль. Я вот так глубоко на год вперед до конца года не смотрю. Я ожидаю, что сейчас российский рубль вполне может там двинуться к отметке 30 рублей, 30-50. Вот. После чего, соответственно, он может уже вернуться обратно к тем значениям, которые наблюдались месяца три назад. То есть там 31 рубль там чуть выше. Ну, в любом случае, если говорить об уровнях, то вот 30-50, мы уже с вами этот уровень называем сейчас с сентября месяца. С сентября месяца, вот поддержка на уровне 30-50. 30-50. Ну, 30 чуть, да, чуть ниже. Да, ну там выкупают. Плюс-минус, конечно. На странную валюту. И вот сейчас он опять идет туда, и я думаю, что уже до конца года-то вряд ли мы увидим. Ну, вот смотрите, несмотря на присутствие серьезных политических рисков, да, в нашей экономике, несмотря на отток капитала, но вот уже в четвертом квартале мы все-таки наблюдаем снижение объемов импорта и рост объемов экспорта, ну, за счет, прежде всего, дорожающей нефти. С начала года рубль укрепился по отношению к единице американской валюты до 30-64. До 30-50. Да, соответственно, в январе традиционно рубль дешевеет у нас. Как раз из-за того, что банки также переводят там, ну, мы ожидаем снижение курса рубля где-то в январе, но все-таки надеемся на то, что, несмотря на, наверное, тот негатив, который будет поступать из-за океана, потому что, вот вы говорили о фискальном обрыве, концепсус-прогноз по первому кварталу американской экономики, если я не ошибаюсь, состоится снижение 2,2%. Но это, опять же, тут надо будет посмотреть результаты договоренностей республиканцев с демократами. И в этом случае, безусловно, конечно, опережающий отток капитала из Российской Федерации, он будет оказывать давление на курс российской валюты. Я боюсь, что уже с фондового рынка уже и оттекать нечему. Практически ничего не осталось. Там 2-3 рубля в Газпроме лежат. И в наших гробовых деньгах, как Лена Черналистов сказала, в Сбербанке, вот она так называла. Потому что, помните, там, я не знаю, там, даже если взять, там, 5 лет назад, там был третий эшелон, там, второй эшелон. Нет, там уже, конечно, нет денег. То есть сейчас мы смотрим, там уже, в общем-то, реальная такая торговля ведется в 10 бумагах. Ну, конечно, существуют истории, и вот мы видели с АвтоВАЗом, например, недавно, да? Это еще та история, я тебе хочу сказать. Он до сих пор шевелится. Я вот смотрю, начал с того, что он опять сегодня полтора процента. Это вот так же, как и наш фондовый рынок, понимаете? Вроде бы, но еще шевелится. Но мы надеемся, на самом деле, на какой-то позитив, который должен, в конце концов, прийти на наши фондовые площадки. И, конечно, отчасти это будет зависеть от конъюнктуры на мировых рынках, на, прежде всего, развитых рынках. Так, все здорово. Все здорово. Давайте вернемся, если не возражаете. Станислав, я хотел бы твое мнение услышать. Значит, события конца года, да, движение в долларе против него, вот то, что мы видели недавно, это все-таки события, связанные с кризисом или решением, да, как Андрюша говорит, решением кризиса, или там то, что какие-то решения были найдены еврозоны, или это все-таки какая-то другая история? Ну, я думаю, что еврозона уже давным-давно не является ключевой для... Не является драйвером, да, чтобы они там не сейчас... Ну, я думаю, что вот можно посмотреть, там на прошлой неделе были опубликованы данные по плохим кредитам в Испании, ужасающие данные, на них никто не обратил внимания совершенно. Можно вспомнить там Грецию, как там затягивалась история с предоставлением транша, тоже практически никакого влияния не оказал. Там в моменте только вот по евродоллару, там намеки на понижение ставки от Марио Монти, они привели к резкому снижению курса евро, после чего ситуация стабилизировалась. Это вот последнее заседание декабря. Ну, да, 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 это две недели назад, по-моему. Кстати, сразу же, да, Андрей, и твое мнение тоже мне интересно, в связи вот с того, что мы ЕЦБ, Монти вспомнили монетарную политику, есть ощущение, что ставку снизят они в январе? Драги я перепутал. А, ну да, я верю тебе слепо. А ставку, ну, есть такой вариант, если, наверное, Драги, я об этом говорю, о том, что это обсуждалось, сейчас там пока идет брожение, вот что же предпринять. В принципе, последние данные, которые были порочены продажам по уровню безработицы, по индикаторам делоптимизма, они указаны на то, что там пока еще экономика не набирает тягу к росту, вот поэтому, в принципе, могут они на это пойти, я считаю. Ты как думаешь? Я согласен с коллегой, считаю, что, конечно, главным катализатором тут будет, наверное, динамика роста экономики Германии, мы ожидаем по результатам следующего года половину процента роста, и, в общем-то, конечно, для того, давай хотя бы по кварталу, ты вот на результатах следующего года. Есть определенные, понимаете, есть по квартально, есть мы стараемся там посчитать как-то, это не такие голословные какие-то убеждения, конечно, не всегда сбываются наши прогнозы. Не-не-не, к тому просто на год сразу загадывать, это как-то в долгую, да, поближе немножко, поближе. Концессус прогноз по Германии составляет 0,8% на следующий год. Это год к году? Да-да-да-да-да. Соответственно, тут, конечно же, возможно, понадобится немного стимулировать рост крупнейшей европейской экономики, и от этого будет зависеть, насколько устойчивым будет восстановление европейской экономики после кризиса, потому что мы видели, что на фоне определенной политической нестабильности в мире прошлый, 2012 год, он фактически стал годом несбывшихся надежд и с точки зрения каких-то экономических ожиданий, и с точки зрения, наверное, определенных политических ожиданий, да, мы видели смену власти в Китае, в США, в России, ну, прошли президентские выборы. Более того, даже вот те выборы, которые были в Египте, они тоже в определенном смысле показательны, потому что Мурси, да, он победил в этих выборах, сейчас там опять мы наблюдаем политическую нестабильность, а Египет, он является катализатором стабильности на всем Ближнем Востоке. И, знаете, сто лет назад никто не ожидал, человечество, так сказать, было вполне безмятежно в ожиданиях, уровень жизни достиг высот определенных, и уже через два года началась Первая мировая война. Собственно говоря, всякое может случиться. То есть аналоги какие-то, да, здесь? Не аналоги, просто мне кажется, что сейчас основные угрозы, они как раз кроются прежде всего в определенной нестабильности в политической материи, да. Вот, в частности, да, я это упомянул еще и Ближний Восток, да? Ну, здесь можно поддержать Андрея, здесь можно вспомнить про то, что уровень безработицы среди молодежи во многих развитых странах является... Еврозоны. Еврозоны. И можно вспомнить, недавно Саксабанка традиционно в конце года показала свои 10 там черных лебедей, вот, и один из этих черных лебедей было то, что возможно просто рост социальной нестабильности, потому что молодежь не может реализовать себя, вот, у государства, увы, не хватает возможности поддерживать их уровень жизни на прежнем уровне, они вынуждены сокращать, либо не поддерживать на текущем уровне социальное пособие, и, соответственно, мы пока сейчас только наблюдаем движение, там, занять Уолл-стрит, возможно, там, в дальнейшем будет что-то, нечто более серьезное. Ну, смотри, я согласен, действительно, статистика по безработице из любого региона, ну, из крупнейшего региона, по крайней мере, ужасающая. Ладно, мы продолжим сейчас этот разговор, сейчас слушаем новости на Финам.ФМ. Продолжаем эфир, уважаемые слушатели, на Финам.ФМ сухой остаток, я, Олег Дмитриев, сегодня обсуждаем, ну, по сути, текущую ситуацию, мы говорим о неких прогнозах, в основном касаемся рынка валютного и денежного, вот, собственно, Андрей Диргин, начальник отдела аналитики Форекс Клаб, он дает годовые прогнозы, средние, долгосрочные. Данислав Савинов пока не дает прогнозы аналитик курса капитал, но я думаю, что мы его заставим это сделать. Итак, вернемся к нашему разговору, собственно, о некой политической нестабильности, да, с подачи Андрея мы заговорили и признали, что действительно, да, это в любом регионе, если его взять, то можно что-нибудь отметить, в частности, один из главных бичей, да, правильно по-русски так сказать, основной бич любой, любой экономики мира сейчас это, нет, Лен, сказал неправильно. Вы по-английски произнесли. Ладно. Главная проблема, ключевая проблема любой экономики, я переговорю, это безработица, особенно безработица среди молодежи. Но, и вот в этой связи я хотел бы задать вам вопрос. На ваш взгляд, да, если действительно подобная вот политическая нестабильность приведет к каким-то неприятностям в глобальном смысле, то откуда они прежде всего, оттуда ее ждать прежде всего? Из еврозоны, из Америки или? Из проблемных стран, скорее всего, еврозона, в первую очередь. То есть еврозона прежде всего, да? Да, потом уже, наверное, в Америке, в Америке, вот как ни странно, многие монетарные, там, представители монетарных властей говорят о том, что безработица там не структурная, вот, что это все просто экономический цикл такой. Ну, на самом деле, вот я эту точку зрения не разделяю. Мне кажется, что вы очень, там, графики красноречиво показывают, что очень много населения, большое количество безработных, они находятся без работы уже на протяжении длительного срока времени. Они уже социально не готовы идти на работу. Они уже потеряли, утратили свои трудовые навыки, и их трудоустроить будет проблематично. Вот. И в связи с этим, я думаю, что вот эта масса людей, которые сейчас идут, только живут за счет талонов на питание, вот, в конечном итоге, вот эта масса может взорваться. Можно посмотреть на вот эти все истории с огнестрельным оружием в последнее время, произошедшие в США. Мне кажется, это является отражением, да, да, да. того, что общество сейчас в Америке нездорово, и такие истории могут происходить и в дальнейшем. Ну, это как вот традиционное обострение, если говорить о некой психофизической составляющей, есть, да, определенные временные периоды, когда люди с нездоровой психией, у них происходят какие-то сдвиги. И вот можно сказать, что сейчас там социальная нестабильность на таком уровне, да, что люди наиболее подвержены каким-то вот, да, психическим, как правильно сказать, да, психическим. Девиациям. Девиациям, да, да, да. Вот они, вот что делают, берут в руки оружие, Андрюш. Ну, я отчасти согласен с коллегой, но все-таки я считаю, что основные угрозы, наверное, угрозы исходят не из стран еврозоны или из Соединенных Штатов Америки. Хотя, безусловно, мы видели, что последние выборы в Соединенных Штатах, они продемонстрированы, что общество полиаризировано в Соединенных Штатах, поскольку кандидаты, оба кандидата, они шли назря в наздрю. Но, тем не менее, я считаю, что Соединенные Штаты, сейчас, да, мы видим проблему фискального обрыва, они в состоянии пока обслуживать те взятые на себя социальные обязательства, которые есть. Хотя, конечно, безусловно, богатейшая нация мира не обладает общей такой, общенациональной системой медицинского страхования. Это вызывает, наверное, не столько удивление, сколько, ну, это в определенной степени нонсенс, да, особенно сравнивая со странами Западной Европы. Я все-таки склонен полагать, что основной как раз такой сейчас, ну, можем сказать, очаг напряженности, безусловно, это Ближний Восток. Мы видим, что происходит там, да, потому что у стран Западной Европы, у Соединенных Штатов Америки, у них нет четкой стратегии в отношении Ливана, да, вот они свергли Каддафи, а что мы видим сейчас там, да, в отношении Афганистана, когда правительство только контролирует территорию вокруг Кабула, а что происходит в Азеристане, где боевики нападают на мирное население, где идет процесс радикализации населения, это все остается за кадром. С другой стороны, мы видим сейчас ситуацию в Сирии. Понимаете, да, страны Западной Европы, быть может, отчасти, они как раз достаточно искренне говорят о том, что необходимо Башара Асада, безусловно, либо свергнуть, либо чтобы он отправился в добровольное какое-то издание, но с другой стороны, прекрасно все понимают, что в стране наступит хаос, и все это происходит не просто, я не знаю, в таком уголке мира, который не может оказать влияние на дальнейшее, так сказать, течение каких-то мировых связей, все-таки две страны, которые обладают ядерным оружием, Израиль, а вторая сейчас находится на стадии разработки, речь идет об Иране, и сейчас уже американцы, они всерьез рассматривают возможность интервенции в Иран, то есть это может привести к таким непредсказуемым последствиям, и все-таки необходимо помнить, что Иран находится не так далеко от Российской Федерации, в частности, мы граничим с Ираном по Каспийскому морю, соответственно, вот эти регионы представляют определенный такой риск, да, и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов то, что происходит в Китае, все-таки в Китае растет сейчас социальный разрыв, и, в общем-то, если Пекин не сможет провести масштабную реформу социальной защиты населения, то это может привести также к весьма таким плачевным, но я все-таки склонен полагать, что к локальным последствиям, они не окажут... То есть вот Китай, мы можем говорить, если там будут проблемы, они будут локальными, да, именно для Китая и для региона, может, а вот то, что приходит на Ближнем Востоке, это может затянуть весь мир. Китай боится на себя примерять одежды мирового лидера. Сейчас уже экономическая мощь отчасти дает такое право Пекину, но, тем не менее, Пекин относится весьма осторожно, может быть, с высоты своей длинной истории, да, он, в общем-то, играет пока роль регионального лидера. То есть он сознательно это делает? Я думаю, что да. Также сознательно он не отпускает юань в свободное плавание, видимо. Ну, видите, Китай поступает отчасти мудро, потому что, к чему это приведет, если это приведет, потому что сейчас они будут делать ставку постепенно на рост внутреннего спроса, да, они тоже попали в определенный капкан. Что касается юаня, то они постепенно переходят с крупными торговыми партнерами, в частности, с Российской Федерацией, с Бразилией, с африканскими странами, ведь также остается за кадром, как много Китай инвестирует в добывающее производство в той же Африке и Латинской Америке. Это сейчас, если вы возьмете страны типа Судана, Чада, там дороги строят в основном китайские компании, разрабатывают месторождение также китайские компании. Мы этого не видим, но, в общем-то, необходимо признать, что существует серьезный поток китайских инвестиций в страны, развивающиеся мира. Так вот, они постепенно переходят на взаиморасчеты в национальных валютах для того, чтобы и компания, либо государственные, ну, либо государство, если выступает актором в этих мировых экономических отношениях, они смогли избежать дополнительных издержек на конвертацию. На конвертацию, то есть с долларом не связывается. Вот смотри, интересную историю сейчас Андрюша затронул. Мы говорили о том, что, да, Китай тоже в определенном смысле заложник, да, нынешней экономической ситуации. Ему тоже некие стимулы нужны для экономического роста. Многие вещи он уже исчерпал и, соответственно, смотрит на... Последняя статистика по внешней торговле показывает, что крупнейшие партнеры Китая, это Еврозона и Соединенные Штаты. Не дают ему такой возможности. Они заставляют его отходить от сложившейся экономической модели экспорта ориентированной и опираться на внутренний спрос. Я хочу тебя услышать. Что предпринимается? Предпринимается то, что идет большой... Продолжается большой поток инвестиций в экономику. Вот последняя сообщение. Это структурный проект. Последнее сообщение. Это крупнейшая длинная дорога какая-то высокоскоростная. Три раза вокруг китайской стены. Это я уже знаю. Это было бы нормально. Для Китая это было бы... Уже можно сказать, что это крупнейшая держава именно в этом сегменте. Больше нигде таких дорог нет по километражу. Вот. И повышается постепенно зарплата для того, чтобы китайское население могло себе позволить больше потребительской корзине, чем ранее. Ну и, соответственно, там, если посмотреть на инфляцию, которая была в Китае, то можно увидеть, что там цены на такие, скажем, роскошные продукты для рядового китайца, типа свинины, то они там показывают значный темпы роста. Говорит о том, что как раз-таки процесс перехода на внутреннее потребление там идет полным ходом. И, собственно, несмотря на такую, скажем, не очень приятную статистику по внешней торговле, китайская экономика показала вполне неплохие темпы роста в третьем квартале. И последние экономические и макроэкономические индикаторы, которые были опубликованы в последнее время, говорят о том, что в четвертом квартале будет циклическое ускорение. И, опять же, во многом оно будет основано уже на внутреннем спросе. Вот. И это очень важно, потому что Китай является крупнейшим нашим партнером, покупает ресурсы. Опять же, в СТО мы продлили в китайской экономике все будет хорошо и, соответственно, тогда и в нашей экономике. Да, и нам чего-нибудь достанется. Я позволю вопрос вам задать. Приходят вопросы на электронную почту. Здравствуйте, уважаемый гость. Прошу прощения за наивный вопрос, пишет Юрий. Ну, вот он решил, что этот вопрос наивный. Но я так и не понял, есть ли польза для отечественного фондового рынка отступления России в ВТО? Барьеры снимают, капитал убегает. Где логика? Спасибо. Скорее всего, польза идет для вас как потребителя, конечно, потому что изменение конкуренции произойдет. Ну, хотя, в принципе, процесс этот будет ступенчатый и наши компании смогут адаптироваться к этому. Ну, в частности, там, сельхозпроизводители. Вот. Но в конечном итоге им придется меняться, чтобы свою долю рыночную не потерять. Ну, и, соответственно, это отразится на денежных потоках компаний и на ценообразование их акций. Поэтому для фондового рынка... Цепочка такая неоднозначная, да? ВТО, фондовый рынок. Да. Между ВТО и фондовым рынком есть еще несколько... Да, Андрюш, давай. Ну, вот, продолжая тезис, можно сказать, что, наверное, бенефициарами, если брать краткосрочный какой-то период, будут именно ритейлеры. Это розничные сети. И тут, конечно, наиболее, наверное, ликвидными, перспективными бумагами... Опять же, будет многое зависеть от того, какая будет ситуация общая на рынке, да? Это фаворит этого года Магнит, который, если я не ошибаюсь, он, по-моему, прибавил цене больше 80% с начала года акций его. Ну и, конечно, речь может также идти об акциях и других ритейлеров, но пока что нашим лидерам, даже он, в общем-то, если брать рентабельность, почти сравнялся с крупнейшим мировым ритейлером Walmart. Это, по, так сказать, нашему мнению, будут такими ближайшими бенефициарами отступления России в ВТО, потому что, да, будут снижаться, то есть, стоимость товаров на внутреннем рынке будет снижаться, соответственно, люди будут ходить больше в эти магазины, покупать, соответственно, приведет к росту, надеемся, капитализации этих самых ритейлеров. Так, а помимо ритейлеров еще кто может быть интересен? Ну и даже сейчас уж вы сами начали, да, понимаешь, что называется? Еще перспективным является, ну, как ни парадоксально звучит, здесь, опять же, как масса оговорок есть в отношении нашего рынка, но считается, что транспортные компании могут также выиграть, но учитывая, что, в общем-то, наиболее ликвидной бумагой в секторе является акция Аэрофлота, и все-таки мы должны принимать во внимание то, что мы являемся заложниками настроений иностранных инвесторов, да, и тут надо брать во внимание стоимость бренда, и насколько часто появляется информация о том или ином имитенте, то, конечно, здесь, в общем-то, признанным также, наверное, лидером сектора, это, безусловно, наверное, именно Аэрофлот, ну и также выиграют операторы контейнерных перевозок, потому что от вступления России в ЭТО ожидается естественно увеличение именно вот этих вот транспортных потоков. То есть о логистике идет речь, да? Я понял. Хорошо, ну в любом случае мы на вопрос Юрия ответили, да, действительно есть взаимосвязи, они может быть не прямые такие, то плюсы от вступления России в ЭТО почувствует и фондовый рынок, для этого надо дать ему некоторое время все-таки, да, Станислав? Какое примерно? День, два? Я думаю, что по отрасли чуть больше. Сейчас слушаем новости на Финам ФМ, потом продолжим. Ну что ж, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам ФМ, я Олег Дмитриев, в гостях сегодня Андрей Дергин, начальник отдела аналитики Форекс Клаб, Станислав Савинов, аналитик курса Капитал, мы говорим о текущей ситуации и попытаемся сейчас еще раз, ну Андрей это делает с видимым удовольствием, хочу вам сказать, дать несколько прогнозов, несколько прогнозов. Я, кстати, хочу сейчас заметить, в моменте, обратите внимание, рубль продолжает укрепляться, текущая его котировка уже 30,57 против доллара, при этом индекс РТС, ну по крайней мере, ММВБ тоже практически в нулях и нефта приседает. Есть объяснение. Давай. Я очень люблю. У нас завтра будут выплачиваться акции за НДПИ, 28 числа будет налог на прибыль, дефицит ликвидности, что подтверждает денежный рынок, где ставки держатся возле своих многомесячных максимумов, 6,5% по овернайту. Вот такая ситуация будет наблюдаться до конца месяца, после чего там бюджетные средства хлынут, немножко смягчат ситуацию на денежном рынке и тогда рубль перестанет укрепляться. Вот, вот, вот. То есть мы, опять, к чему это, да, абсолютно очевидное объяснение дал Станислав. Я к тому, что очень часто мы наблюдаем, особенно в последние несколько, даже месяцев, рефлекс. Рефлекс, да, да, да. То есть мы видим некую логичность в поведении различных инструментов финансового рынка, но в любом случае логика всегда найдется, объяснение всегда найдется, просто нужно... Постфактум всегда найдется, да. Ну вы как аналитика, кому не знать, как вам. Завтра я вам все объясню, да. Сейчас мы увидим, что происходит, а завтра я вам все объясню. Так, ну что ж, давайте вернемся тогда к текущей ситуации и вот по поводу сырья, если можно, Андрей, по поводу... О бренде будем говорить. Что касается сырья, у нас, я уже озвучивал ранее наш прогноз, наш прогноз это 105 долларов за баррель марки Brent, это средняя цена в следующем году мы ожидаем, как я уже говорил, в том случае, если пара евро-доллар закончит год на уровне 1,41, то тогда, согласно нашим моделям, за единицу американской валюты в конце года будут давать 27 рублей 90 копеек. Но опять же... А где нефть будет в это время? Мы брали среднюю, среднюю годовую стоимость, 105. 105 средней, да? Не, ну просто вот если говорить о том, да, рубль крепится до 28, дальше, да, доллар упадет против евро, да, до... Понимаете, дело в том, что в этом году никакой... Вы правы, когда сказали о том, что, в общем-то, все... Вот то, что раньше там рынок коррелировал, те показали коррелировал, в этом году абсолютно все пошло, можно сказать... На перекосяк. На перекосяк, да. Причем я бы сказал, уже не совсем в этом году, но где-то вторая его половина вот после этих начавшихся программ количественных течений. Соответственно, если понимаете, если брать сейчас стоимость нефти, да, и отталкиваться только от той стоимости нефти, то сейчас мы смотрели буквально на прошлой неделе справедливая стоимость доллара должна составлять, по-моему, 28 рублей 20 копеек, да, если... Опять же, но мы видим, мы видим рост спекулятивного спроса, да, и, в общем-то, существуют и другие факторы, которые негативно влияют на курс российского рубля. Но вот как раз открытие долгового рынка, мы считаем, оно должно поддержать российскую валюту, потому что, наверное, в надежде, если мы видим отток капитала из высокорискованных активов, то есть из акций, и, быть может, быть может, мы будем наблюдать приток в инструменты с фиксированной доходностью, соответственно, надеемся на то, что это может привести к укреплению российской валюты. Тем более, что Евроклир получит доступ не только к рынку ОФЗ, но еще к корпоративному сектору. Первый наш эшелон вполне интересен, суверенные рейтинги, квазисуверенные заемщики, и, соответственно, иностранные инвесторы, не добившись привлекательных уровней по нашим государственным бумагам, могут вполне обратить внимание на то же самое ФСК, на наши банки. А что касается региональных, вы говорите, ну, я видел, квазисуверенная речь идет о корпоративном секторе, а если брать... Да, плюс еще регионы. Да, вот именно регионы. Дело в том, что у них так уж получилось, что наш федеральный бюджет, скажем, заставляет их привлекать деньги на рынки, потому что поддержка уже трансферта межбюджетная, они идут уже, будут эти меньше, и, соответственно, заставляет их уже использовать инструменты. И вот в четвертом квартале наши региональные заемщики активизировались, очень много областей выходили со своими приложениями, и, в принципе, в следующем году до середины тринадцатого года по прогнозам будет очень много всяких выпусков. И, соответственно, они могут найти своего покупателя. Стар, смотри, а вот в двух словах, если буквально, если мы не увидим пресловутого фискального обрыва, или, по крайней мере, да, реакции, когда все побегут обыкудать, ну, понятно, куда, да, от той ситуации, которая в тринадцатом году, то есть, если это более-менее, вот этот фиталь, с обрывом, она более-менее нормализуется. Основной спрос на что будет в следующем году? По российским инструментам? Да. Ну, я думаю, долговые бумаги, действительно, потому что акции, они, скажем, остаются привлекательными по всем мультипликаторам, но эти дисконты, они из года в год переходят, и все никак не достигнут справедливого значения. Когда это произойдет, ну, это уже, наверное, зависит больше от политического ландшафта, возможно, а не от того, что... Просто когда Россия станет популярной, пока этого не происходит, пока мы видим совершенно обратную ситуацию. Потому что российские участники самостоятельно не могут поднять, тем более, вот еще и тема с пенсионной реформы, когда наши накопительные участие берут и забирают и лишают управляющей компании НПФ возможности вкладывать эти деньги в те же самые акции, тем более, что и биржи, они предпринимают усилия, меняют процедуру листинга, и будет там и Газпром в скором времени присутствовать, и в эти акции могут пойти деньги, пенсионы. И вот сейчас получается, что массив денег, который постоянно мог бы приходить на фондовый рынок, он туда и приходить не будет. Не будет, да. И, соответственно, вот в этой связи на акции... стоит поискать идеи на рынке облигаций. Есть вопрос, давайте мы на него ответим. Мнение по золоту интересует нашего... У нас цель была на конец года 1720 за тройскую унцию, но на самом деле вряд ли она будет реализована, поэтому мы оставляем ее на конец первого квартала. Мы считаем, что фундаментально сейчас даже если учитывать все существующие факторы и на фондовом рынке, и на валютных торгах, в общем-то, бегство из риска становится, наверное, знаком времени, да, соответственно... Приоритетом, да? Приоритетом. Вот я согласен как раз с коллегой, то, что действительно защитные инструменты, речь идет об инструментах с фиксированной доходностью, облигации корпоративного сектора, гособлигации, и, конечно же, золота, металла нет. Мы очень осторожны, потому что... Нет, драгоценные, я имею в виду. Нет, драгоценные, это золото и серебро, да, потому что серебро, кстати, отстает от золота, и, может быть, оно станет таким определенным чемпионом среди драгоценных металлов именно в первом квартале следующего года. Но и мы, в общем-то, настроены весьма оптимистично и в отношении золота. На конец первого. Я могу сказать, что я посмотрел месячные графики золота, текущее движение, которое может многих напугать, и, на самом деле, пока не выходит за рамки простой коррекции. Ну, ты бы еще на годовую посмотрел. Нет, нет, я просто хочу сказать, что в Америке QE4 бесконечно, unlimited, пока уровень безработицы не опустится до 6,5%, или пока инфляция, которую там могут подрисовывать, не поднимется выше 2,5%, и каждый месяц по 85 миллиардов долларов новых свеженапечатанных долларов будет приходить куда-либо. Вот. С учетом того, что многие рисковые активы достигли более чем справедливых значений, вот, и по многим инструментам наблюдаются какие-то аномальные ситуации, я думаю, что золото, с учетом последнего снижения, которое мы наблюдали, вот, может вполне найти интерес. Я согласен, да, на самом деле, пока работает печатный станок, где бы то ни было, золото обречено на рост, потому что ничего другого. Банк Японии, вот, поменялось правительство, пришел Синзаба, сказал, что давайте 2% таргет по инфляции, вот, сейчас там дефляция наблюдается, вот, пока не будет 2%, он может не успокоиться, он уже там начал давить на Центральный банк. Надо сказать, что для Японии 2% это просто... Так же, как и смена правительства, там у них тоже, понимаете? Друзья мои, я, к сожалению, буду закругляться, я благодарю вас, уважаемые мои коллеги, Андрей Дергин, Станислав Савинов, уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание, время программы нашей истекло, я поздравляю вас, вас, прежде всего, с наступающим Новым Годом, в этом году уже больше не увидимся, увидимся в следующем, а всем остальным, спасибо за внимание, успехов на рынке, счастливо.